Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на польском танке 60ТП Дивандовского. И в этом сражении произошла весьма такая забавная ситуация, когда толпа противников упоролась, соответственно, на нашего героя и пытался его уничтожить. Но получилось ли у них это, вы узнаете из видео, но в любом случае там полный цирк произошел. Итак, друзья, до сих пор активна акция, ну я думаю, она будет активна еще очень долго, Твич Прайм Мира Танков. Что вообще на самом деле весьма необычно, потому что я думал, что Твич Прайм будет только для World of Tanks. Но на Твиче создали категорию и Мир Танков, поэтому вы можете, конечно, находить разнообразные трансляции именно Мира Танков. Не путайте, там две категории, как бы это две разные игры сейчас считается World of Tanks и Мир Танков. И вот с 14 июля по 28 июля вы можете забирать очень ценные награды. Ну, как, может быть, и не очень ценные, скажу честно. То есть некоторые и ценные, некоторые и не очень. Там 5000 золота, например, тут можно выиграть, но с другой стороны пугают вот эти цифры ниже. 50, 25, 10 золота, это что такое вообще. Но также премиум аккаунт 30 дней, 7 дней према, 3 дня према, день према. Разнообразные прем танки, но среди них ничего прям сверхинтересного нет. В основном это танки 6 уровня, при этом, ну, некоторые только из них хорошие. Там, например, Т-34-85М. Снаряжение также можно получить, предбоевые инструкции для экипажа, личные резервы, учебные брошюры. То есть вы просто должны, ну, авторизоваться, естественно, на Твиче. Твиче еще не заблокировали, к счастью. И, соответственно, смотрите трансляции специальные. Там отмечено, что там можно получить Twitch Drops на таких трансляциях. И получаете призы. Случайным образом, что-то из этого может выпасть. А на европейском сервере 22-я волна банов. За июль прошла. За запрещенные моды. Заблокировали 11628 аккаунтов. Что немало, мне кажется. Учитывая, сколько аккаунтов в целом там активных сейчас. И 8437 получили бан на 7 дней. 3191 заблокировали навсегда. Ну, по практике, честно говоря, тех, даже кого навсегда заблокировали. Они, как правило, создают потом аккаунты опять и продолжают играть. Ну, часть из них совсем отведывается. Но, в любом случае, читеров, я считаю, ждать не имеет смысла. Потому что они очень негативно влияют на игру. И также, друзья, хотите выиграть абсолютно бесплатно золото. Просто прокомментируйте видео. Важно очень написать свой игровой ник Vestu. Ну, то есть, рукаунта. И писать по теме видео. Всем привет, друзья. С вами Маракаси. И так давайте поиграем на сайте Vodhub. И попробуем выиграть премтанк. Вот так. Давайте пробовать. И вот уже с самого начала нам падают неплохие дивиденды. Премиум танк 6 уровня. Хорошее начало, в принципе. Давайте еще пробовать. Тысячу золота падает неплохо. Тут ничего нету. Вот, 2500 золота, кстати, хороший приз. Ну и давайте еще чуть-чуть немножечко. Так, тысячу золота. Так, еще тысячу золота. Ну, 1500. Я просто именно отмечаю самые такие призы. Значимые. Так, наверное, все, друзья. Да, у меня счет закончился. Кстати, последний день остался розыгрыш в ивенте. Можно выиграть очень много призов. Соответственно, условия вы можете видеть на сайте. Ну, и прям тут вот. Спасибо, что смотрели. Давайте продолжим по World of Tanks. Чифтейн Т-95 в продаже. Но не тот Чифтейн, о котором вы подумали. Это Чифтейн 8 уровня. Танк, мягко скажем, не очень. С огромным ведром на башне. Стоимостью 11300 золота. Соответственно, очень немаленькая цена за данный танк. Да, можно, конечно, сказать о том, что, ну, как бы, курс доллара-то улетел в космос, в стратосферу. И продолжает там, как бы, дальше пробивать все верхи. И поэтому, ну, цена и не такая уж. И, соответственно, большая. Потому что у нас курс доллара зафиксирован в игре до сих пор. Там, я не знаю, сколько там, 55 или около того. Но в любом случае, если и тратить свои деньги, то надо покупать что-то прям офигенное. Ну, это чисто мое мнение. Если вам этот танк нравится, можете его брать, покупать и радоваться. Но вот мое мнение, что если и тратить деньги, то на что-то прям годное. Там, например, на коробке на Новый год или что-то подобное. То есть, чтобы знать точно, что танк 100% МБ. Новый бонус-код Мира Танков. Дискорда, ценного канала Мир Танков. Соответственно, активировав его, вы получите личный резерв 300% к свободному опыту и опыту экипажа. Сам бонус-код, в принципе, не особо ценный, конечно. Но вообще, если так посмотреть, ну так пошаркать везде халяву, там забрал, тут забрал. Там, если в календаре забирать, если все бонус-коды активировать, если все бесплатные, там всякие вот эти вот подарочки забирать из премиум-магазина. Как я говорил, теперь в премиум-магазине совершенно бесплатный товар появляется раз в какое-то время, не знаю там в какое. Ну и также в клиенте игры, в премиум-магазине тоже появляется товар. То есть, если все это собирать в целом, ну получится неплохая ходава. Аркада, третий запуск возвращается 14 июля. Ну то есть, завтра старт. И продлится до 16 июля, 23.59 по Москве. Сам режим, ну, в общем-то, весьма веселый получился. Особенно редширский дрифт. То есть, там действительно очень много всяких рофлов, ситуаций. Даже некоторые я уже шарты сделал. Ну, правда, не все удалось просмотреть. Может быть, если у вас есть какие-то курьезные моменты из этого режима, можете присылать мне в ВКонтакте, например. Ну, или в Телеграме. И получайте за это, кстати, бесплатно золото. Ну, если действительно момент годный. А так, в принципе, будем смотреть дальше, что еще разработчики придумают в этом режиме. И далее у нас нашивка новая для режима маневры. Это у нас режим клановый. То есть, можно его будет получить. И, конечно, тут стоит отметить, что основное клановое событие, которое, ну, стоит ожидать, это, конечно же, ГК. И оно, скорее всего, пройдет где-то в августе. И в очередной раз можно будет побороться за разнообразные танки 10 уровней. Правда, по текущей информации, новых танков не будет. То есть, только старые. Кроме того, когда же все-таки будет обновление БО нового магазина? На ВГ, соответственно, обновление будет уже совсем скоро. А именно, ну, примерно в сентябре. Будет или обновление у Леста, ну, скорее всего, тоже будет. Поэтому можете приготовить боны. Может быть, что-то действительно интересное за боны завезут. В принципе, как показывает практика, действительно, бывают весьма неплохие танки. Завозят за 8000 бон, например, Е-75 ТС, если брать. То есть, этот танк в целом, ну, хороший. Я бы сказал бы, что, ну, и голды он заслуживает, чтобы за голды его купить. А за боны это вообще за милое дело надо его покупать. Также, по поводу свободного опыта. Стоит, конечно же, копить свободный опыт. Потому что в дальнейшем его использование будет все чаще и чаще. Во всяких событиях, типа, вот, всякие там черные рынки и аналоги. Ну, скорее всего, это будут всякие аукционы, конструкторское бюро. Там свободный опыт будет все чаще и чаще использоваться. Поэтому, как валюту стоит ее копить по возможности. И на этом все. Спасибо, что досмотрели. Желаю вам удачи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok